Всем привет дорогие друзья! Вы на моем спортивно-игровом канале RusFPS и как уже догадались по названию, сегодня у нас будет что? Правильно, прогноз матча Украина против Германии. Сегодня мы будем это делать в лайф режиме. Ой, как я же соскучился по этому комментированию, но предупреждаю, предупреждаю, по-моему, по-моему, Украины здесь нет. Да, вот так вот, вот так вот. Из этого положения мы выйдем очень просто. Мы возьмем какую-нибудь славянскую сборную, например, сборную России и сыграем за нее против сборной Германии. Предупреждаю, здесь составы 13-14 сезона. Ну и, естественно, будем играть за Россию вместо Украины. Кстати, если мы обратимся к рейтингу FIFA, то мы увидим, что Украина находится даже выше, чем сборная России. Вот. Следовательно, я даже не читерю. Видали, да? Составом. Состав у нас будет такой. Ну, естественно, немножко омолодим его. Сделаем вот так. Пару финтов. Пару финтов. Вот так. Вот так. Вот так. Это все быстро делается. Так же можно сделать вот так. Сами этого уже давно нет. Тут на самом деле, да, да. Ну, я думаю, ничего страшного в этом не будет. Вы меня простите. Потому что моды я устанавливать не хочу. Да, да. Меня придется вам терпеть минут 15. Я думаю, вы досмотрите все-таки до конца. Капитаном у нас все-таки будет Зюба. Да, Роман Широков у нас сегодня с вами поиграет. Ну, потому что он классно кладет лонгшоты, если у него хорошее настроение и он не ведет себя как бы длянчик. Вот. Составы. Старые составы. Предлагаю вам к просмотру. Так. Играть мы будем на стадионе Олимпийском ночью в такую прекрасную, прекрасную ночь. Мяч мы выберем стандартный. Вот такой вот. Ну, и в принципе, в принципе, 4 минуты. Много я говорить не смогу. Вот. Много я говорить не смогу. В принципе, все. Поехали. Вот он. Нет, я все-таки выбрал дождливую погоду. Ну, ничего страшного. Я думаю, нам это не помешает. Нужно включить звук погромче. Да. Погромче. Но почему-то я ничего не слышу. Вот эту анимацию, я думаю, можно пропустить. Потому что, ну, она просто нам время займет. А время, как говорится, деньги. Вот. И я думаю, вам не будут мешать комментаторы. Ну, потому что, потому что это прикольно. Итак, это Василий Березуцкин. Ой, как. У нас Украина, Германия. Играют за сборную России. Ну, что это такое? Ой, а вот это уже первая передача. Да, Дзюбиньо. Дзюбиньо просит мяч, но пас от Кокорина какой-то неточный. Что-то происходит не так. Что-то не так происходит. Мы сейчас находимся на тактике баланса. Следовательно, мы можем и прессинговать, и у нас защита полным ходом. Но пока здесь нас катают. Отобрать у Миллера нет. Передачи на в центр. Там был, как его, Азил передал на Гетце. Гетце с Азилом. Тут Денисов отбирает. И есть шанс для контратаки. И у нас тут такая двойная, тройная, четырехная. Нет, он уже в офсайде там. Да, но там игра рукой. И нам дают шанс на какую-то дичь. Очень хорошо, что у меня получилась возможность записать. Не буду говорить, почему. Просто я один остался здесь. Все уехали по домам, а я остался один. Поэтому у меня есть возможность. Наконец-то, как говорится, вот, мне нравится. Мне нравится. Я запишу очень-очень много видео. Я надеюсь, что я это сделаю. По крайней мере, прогнозы я точно сделаю. А мы можем сделать так. А мы можем сделать на ход. Но это не точно. Это вам не Барселона. Извиняюсь. На заднем плане могут звучать шизозвуки. Это, да, там просто больные люди могут ходить, что-то говорить. Вы не обращайте на это внимания. Но я надеюсь, вы этого даже не услышите. Я слышу, а вы, скорее всего, даже не услышите этого. А можно сделать вот так. И Камбаров любит навешивать Дзюба. О, Дзюба выиграл вверх. По-моему, Черышев на забегании. Анюков увидел Черышева. Черышев не догонит, да. Ну, пока что у нас такие позиционные атаки. Мы никуда не спешим. У нас всего лишь 20-я минута. Да. Поэтому ничего страшного в том, что мы там что-то не забили. Это Германия. Это Германия. Так. Вот вы, ребят, загуглите. Украина, по-моему, на 20-м месте. Если не на 30-м. Мы на 40-м каком-то или на 30-м каком-то. Я точно не помню. Но учитывая, как Украина сыграла с... Как мы, учитывая, как сборная России разбирается с соперниками чуть ниже уровня этой сады. Самой сборной России. Хотя нет. Хотя нет. Если смотреть по рейтингу FIFA, то мы практически равны. Вот. Как она разбирается со своими оппонентами. И если смотреть, как сборная Украина разбирается с оппонентами, которые выше их по уровню, то можно сказать, что обе сборные достаточно в неплохой, так сказать, форме физической находятся. И довольно-таки достойно проходят эту Лигу наций. Но да, у нас пока тут ничего не получается. Допустим, это будет не Черешев, а ну кто там. Я не знаю, кто там. Ну, я ни при каких условиях не установлю мод. Даже не просите. Даже не просите. Дзюба тут пытался что-то сделать, но у него это не получилось. Но менять его пока не буду. Вот. Что происходит? Так, мне кажется, нужно попить вареного чая. Вареного чая. И как раз, пока я пил чай, мои игроки расположились на поле. Можно переходить в атаку. Ничего здесь страшного нет. Я думаю, нам не забьют гол на контратаке. Да что ж такое-то? Что же такое? Анюков. Да, точно. Денисов. Широков. Пяточка. Пяточка. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Черешев. Ну, здесь можно придержать немножко. Что я говорю? Какой придержать? Где у нас мяча не было? Анюков. Мягкую на Дзюбиню. Дзюбиню открывается. Там широко видит на фланге Кокорина. Кокорин видит Дзюбу. Дзюба там с Миртесакером. Но Миртесакер был, в общем, быстрее сориентировался. Дзюба шанс для удара. Но там... Мне интересно, что там могло бы быть. Что там могло бы быть. Например. Там мог бы быть хороший удар. Хороший удар. Может быть даже в ворота. Хотя вряд ли. Но Миртесакер его, собственно говоря, закрыл своим телом. Недавно закончил карьеру Миртесакер. По-моему, два года назад. Да, это недавно. Это недавно считается. Анюков здесь. Анюков здесь. А он здесь. Денисов здесь. Широков. Камбаров. Там офсайд. Там офсайд. Бывает. Бывает. Ничего страшного в этом нет. Страшно есть, потому что счет по нулям. Сейчас небольшие заменки, корректировки проведем. И пойдем дальше катать. Хотя нет, можно и без замен, в принципе. Просто Дзюба хорошо играет, когда его выпускают на замене. Не важно. Как? Не важно. Можно хоть на второй минуте. Но главное замены. Он тогда только начинает почему-то тащить. Итак, первый тайм окончен. Глушаков что-то с Денисовым тут обсуждают. Ну, точность владения пасов у меня просто адрес нотное. Ну, бывает. А может быть мы на Кижакова Дзюбу поменяем и все. И проблема решена. И вы, я думаю, мне разрешите выпустить Загоева. Аланчик затащит. Все. Пьем чай. Секунд халф. Ну и пока что мы уйдем в баланс. Когда отберем мяч, попробуем пойти в атаку. Попробуем. Попробуем. Что я сделал? Что я сделал сейчас? Случайно нажал на кнопку удара. Но ничего страшного. Вот как раз таки наши заменки. Наши заменки. Загоев выходит на поле. И сейчас будет рвать и метать. Я надеюсь. Так, выиграть вверх. Выиграть вверх не получается. Я не знаю, как это комментировать. Ховидес. Пока нас катают. Пока нас катают. Да. Я буду просто ждать. Ждать удобного момента. Для контры может быть. Да. Да. Ну сейчас просто нужно включить грамотный, грамотный прессинг. Вот Анюков. Вообще красавчик просто. И... Ой, что я наделал? Что я делаю? Ну слушайте, если будет хотя бы 1-0, это уже будет неплохо. Мне еще сейчас комментировать. Надо будет сборную. Россия против Турции. Потом против Венгрии. Короче, у меня сегодня насыщенный график. Блин, я хотел Фин сделать, не получилось. Ничего страшного. Здесь широко видит... Он не добежит. Да, он не добежит. Он не добежит. Ну здесь можно попрессинговать немножко. Да. И практически удачный прессинг, но не до конца дорабатывает. Там Денисов, по-моему. Вот как раз таки можно здесь закрыть. А можно... А куда ты отдашь пас? Только сюда, да. Только сюда. Здесь мы тебя уже закрыли. Блин, хватит катать. Отдайте мяч. Волки позорные. Отдайте мяч. 62-я минута пока что без каких-то опасных моментов. Без голов. А вот хорошая игра Игнашевича. Ой, ой, а как хорошо. А как хорошо. Ой, а как. А как классно. А как хорошо. А как. А можно просто попробовать пробить и это мимо ворот. Кокорин, что ж ты творишь? Кокорин, какая тебе Рома. Тебе в шинник надо идти. Шинник вообще топ, кстати. Ой, выиграл вверх, но правда не так. А можно вот так? А можно на тоненького, как в Спартаке? Глушаков шарит, но немножко не добегает. Денисов здесь видит. Что-то я не туда немножко отдал пас, но ничего страшного. Ничего страшного. И оп, Камбаров. А можно здесь спокойно, спокойно. Здесь можно спокойно вот так вот. Можно вот так вот. Загоев. Загоев. Не потеряй мяч, главное. Ой, и Гиржаков. И здесь Мануэль Нойер вытаскивает этот сумасшедший, просто сумасшедший мяч в ближний угол. Загоев. А вот замена, замена постараюсь. Как раз таки я заменил Загоева и новых выпустил. Так, Загоев. Постарайся, постарайся, братан, закрути. Ну, тут будет херня, потому что, во-первых, у него, по-моему, правая нога, а не левая. Во-вторых, да. Да, и поэтому получилось немножко не так, как я задумывал. Ничего страшного. Оживляется игра понемногу. Понемногу, по-моему, в Лиге Наций там нет ни дополнительного времени, ни пенальти. Поэтому, если я забью хотя бы один гол, это будет уже достижение. Учитывая, что против Германии, как бы, да. Вот. Денисов вообще красавчик сегодня, но, правда, теряет мяч. Еще раз Денисов вообще просто выгрызает. Ой, а куда это пас был, Киржаков? Я не туда хотел, чтобы ты отдал. Широков. Вижу, вижу. Не туда. Надо было навесом делать. Вот у меня проблемы. Это передача. Точнее, нет. У России. Это все сборная России виновата. Ой, как пяточка, как красиво. А может быть, просто так пробьешь? Вы видели эту атаку? Сейчас. Я вам покажу. Смотрите. Оп, сюда. Ой, как красиво. Ой, как красиво. Сюда. И Кокори, ну, по крайней мере, Нойер. Нойер счел этот удар опасным, значит, было неплохо. Ну, пока тут небольшие, небольшие накаты. Слушайте, ребят, я не буду перезаписывать, потому что, ну, если я перезапишу, это будет, во-первых, нечестно. Во-вторых, ну, как бы, почему, почему бы и нет? Почему бы и не 0-0, как говорится? Ой, а вот, походу, это не 0-0, Акинфеев, что ты... Ладно, это был Пятов, допустим, это был Пятов, а не Акинфеев. Ну, Пятов тоже хорошо играет на выходах. Нет, смотрите, как это было, как это было классно. Глушаков, тут не тормози, пожалуйста. Ой, ой, какую выкатил. А дальше я не знаю, что делать. Вот что делать, что делать? Так, Акорин тут спокойно. Денисов, блокировка. Ой, что-то мне это не нравится, но мы на подборе. Мы вообще прижали немцев, немцев, немцев. И вообще, я считаю, что Украина и Россия, это как бы один народ. Поэтому, ну, ребят, если какие-то будут предъявы, ну, какие могут быть здесь... Что ты не отобрал? Ты не отобрал? Ты не отобрал? Как так? Так, Кокорин, последняя возможность. Последняя возможность Камбаров. Уже, наверное, свистеть будет сейчас, да? Да, 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 скорее всего, скорее всего. Ну, все, тут уже, скорее всего, да. Ну, можно попробовать, конечно. Но скорость 70... Конечно, маловато, да. Все, заканчивается наш супер-супер унылый матч. Ну, на самом деле, можно посмотреть на... Во-первых, можно пенальти сыграть. Чисто по приколу. Правильно? Правильно. Это займет всего лишь немного времени. Вот, первый удар от Кокорина. Мощный, в правый угол. Нойер вообще не понимает, что происходит. Если бы это был бы в угол, то Акинфеев тоже бы не потащил. Так, это в угол. Это прям высоко в угол. Ох, как хорошо в девяточку. Прям вообще красавчик. Это был... Какой он вроде? Я не знаю. Я не смотрел на имена. Это Томас Мюллер бьет. И хороший удар в правый угол. Киржаков. It's a shoot-a-goal. Нойер вообще не понял, куда летит мяч. И просто завалился на правый бок. What the... Yeah. Это пусть будет Пятов. Тащит с правого угла. И это... Скорее всего он вытащит, да? Нет! Это победа! Ура! Ну, на самом деле, условная победа. Потому что как бы 0-0. Окей. Мой прогноз будет пусть 0-0. Но это не для какого-то там все такое. Это просто чисто light. Это для видеоролик. Но, ребят. Посмотрите на отборы мяча. Ага. Во-первых. Удары всего 6. Из них поворотом 2. У немцев 0 ударов. 0 поворотом. 0 вообще всего. Вот. Отборы мяча у меня 30. У них 5. Ну, с точностью там... Вот это все такое, конечно, проблемы. Но, в целом, в целом неплохо. Все, ребят. Я вам желаю приятно посмотреть футбол сегодня. И мне поставить лайки. Подписаться на канал. В общем, еще увидимся. Я надеюсь, у меня будет еще возможность записать для вас что-нибудь интересное. Может быть с нарезкой. Может быть комментарий с нарезкой. А может быть просто комментирование. Это уже как ваша душа желает. Или как будет возможность. В общем, ребят. Лайки, подписки, колокольчики. И я пойду смотреть футбольщик. Все. Всем... Нет. Я пойду учить уроки. Все. Давайте. Всем пока.